Страна FM Пять лет, это раз Ну и первый вопрос вообще, как дела? Как жизнь? Какие новости? С это обычно начинает любой разговор Лето, 21 августа Что, что вообще? Какой сейчас жизненный период, интересно? У меня сразу слово такое, ассоциация, great Вау Абсолютно клево How are you great? Получается так Кстати, Кать, заметила, что ты пришла к нам, когда реально наступило лето Лето же не было Сегодня второй день лета, и ты здесь И я здесь Все, everything is great Баланс, гармония Причем я только прям с йоги сейчас Я к вам пришла с гармонией, с силой, с балансом Это прям то, что надо А какое, кстати, место занимает йога в твоей жизни вообще? Активная Активная последние лет шесть жизни И я безумно этому рада А почему так? Как это все пришло? А вот знаете, наверное, всему свое время Вот случай Кто-то порекомендовал Была съемка журнала StarHit у Андрея Малахова И вот этот человек потрясающий Только страна iPhone И потрясающий йог Феликс Пак, с которым я занимаюсь вот шесть лет Вошел в мои вибрации души И вот, причем до этого я искала много, знаете, там Групповые занятия Так, так Да, и вот не то, не то, не то, не то И вдруг бац И вот оно Твоя вибрация И индивидуальные занятия Вот уже шесть лет как И два года я занимаюсь медитациями С человеком, которого мне порекомендовал Илья Кюри И я чувствую себе Наконец-то Успокоение ума Потому что жизнь, знаете, какая же у нас, да? Знаем Сумасшедшая Ты не можешь расслабиться Ты не можешь даже спать Потому что у тебя вечно мысли, мысли, мысли Они вперед тебя лезут И я словила себя на мысли, что я не могу даже спать То есть ты вот так постоянно Такое напряжение Такое ощущение, как будто провод проходит сквозь тебя Много-много провод Да И ты ничего не можешь делать То есть ты разумное существо Ты все понимаешь Ты в позитиве всегда Ты улыбаешься И реально вроде все хорошо Потому что ты любишь эту жизнь Все хорошо? Нет, ну понятно, что жизнь нас испытывает Это нормальный процесс жизни Эмоции, борьба, поиск Это нормальное явление Но ты понимаешь, что ты не можешь расслабиться И я поняла, что это мой путь На котором мне нужно становиться Дыхание Правильное дыхание Это то, что может успокоить мой ум Мое сознание И наконец-то найти в себе баланс Наконец-то Вот 6 лет, как я уже Мне понравилась фраза Вот когда свое находишь Сразу ты понимаешь Вот так во всем в жизни В других направлениях тоже Не только с йогой Там с друзьями С работой Вот тоже так приходит как-то свое И ты понимаешь Оно Или не такой Знаете, один известный человек Катя Лель Нет, если не о Катя Лель Сказал такую фразу в своей книге Что ты не всегда сразу понимаешь, что это твой человек Не всегда Бывает сразу раз Как вот вторая половинка Ты думаешь Это же мой Это же мой человек Это же его я видел во сне Много лет назад Еще в детстве Во своих снах Ты понимаешь, что это твоя вибрация И это необъяснимо Это химическая реакция Спрашивай, за что ты его любишь? Почему? Да просто так Потому что он есть Потому что это твой человек И это там настолько глубоко, душевно Что ты даже не можешь это объяснить Почему он? Да потому что, может, ты в тех жизнях кармических с ним был уже Может быть, ты был его самым близким другом Или так же был его второй половинкой Это же мы не знаем Только там знают свыше Но если вас соединили Если вас Оп Друг другу подвели Ох, интересно У нас будет эфир впереди Друзья, у нас небольшая музыкальная пауза Угадайте, кто сейчас будет пить Кто же у нас поет в эфире? Все будет хорошо Да, Катя Леля в эфире И тут и там Все хорошо Делерадиоканал Страна ФМ Один На всю страну 89,9 в Москве 102,0 в Санкт-Петербурге 742-я кнопка в трикалоре Прямой эфир на Страна.фм А, кстати, если кто-то вдруг Не сможет сегодня посмотреть Ютуб-канал Страна.фм Все повторы, естественно, там будут И, наконец-то, у меня есть возможность Спросить у человека Катя Леля у нас в эфире Вот именно я хотел подвести Что столько раз мы смотрели этот клип И я все-таки хотел У первоисточника спросить Что это за крыша? Как туда попасть в такой вид шикарный? О, это очень непросто Да Вот я и спрашиваю Страшно, страшно Сразу говорю, страшно Потому что я была в ботинках Без каблука, естественно Такие клевые ботинки Космические, серебристые И нужно было подниматься На высокую-высокую лестницу Так Ножки тряслись Так Но помогло, видно, опыт Когда я прыгала с трамплина Прыжки в воду То, видно, помогло Прыжки с трамплина С трамплина, да Несколько лет назад у меня был такой опыт Это ужасный опыт Не рекомендую Я не советую ни в коем случае Ни в коем случае Сколько метров? Ну, я взобралась на пять И то чуть не умерла Так, а где крыша? Крыша Это крыша в Москве Район не помню Но оттуда видны Потрясающие виды Москвы Очень здорово Я, честно сказать, не думала Что в Москве так красиво Можно увидеть всю панораму сверху Но так как я там была в клипе Инопланетной девушкой Которая прибыла спасать эту планету Со своими двумя ангелами Так То я должна была спокойно себя ощутить на высоте И не бояться вообще подходить к краю Потому что я спасительница была в этом клипе Я спасала мальчика с девочкой, которые поссорились Я в предлагаемых обстоятельствах Вот как раз и произошло Я вошла в эту энергию и была спокойна Я хотел бы заметить, что Катя Лили, во-первых, осталась, никуда не улетела Во-вторых, она уже не в белом, а в черном Вполне себе адаптировалась к этому миру Все нормально Вы знаете, наверное, что в одном человеке как белое, так и черное Все по полам Если одна половина наша говорит «да», другая говорит «нет» То есть мы же люди, мы состоим из сомнений Вот и мы состоим из двух Майк-войс Лиза Лиз, я не буду тебе отнимать возможность Задай вопрос Я хочу просто спросить Мы начали говорить о майоге Вот ЗОЖ А вот как же сейчас все материальное Работа, деньги, шоу-бизнес, который не самый простой То самое мышиное колесо, да В котором мы бежим Заработок, я не знаю Лучше об этом не думать, Лиза Да? Вот я Везет же женщинам, хочу сказать я Лиза, не думай Об этом подумает твой муж Нужно абстрагироваться от этого Иначе можешь сойти с ума Потому что ты понимаешь, что тебе нужно содержать коллектив Тебе нужно купить новый альбом Или еще много песен Это вечный процесс складывания денег в нашей стране Да, конечно В другой стране все по-другому Но в нашей стране Это вечный Да Это вечный процесс складывания вкладывания Спрашивают, а где деньги тогда у артиста в нашей стране? Как где? С заказных мероприятий, с концертов Конечно Но это другие деньги Поэтому это вечный процесс И когда, скажу вам честно Когда я выходила, делала первые свои профессиональные шаги В шоу-бизнесе То мне совершенно было безразлично Я даже не знала, сколько стоит мой выход на сцену Когда мне потрясающий выражение Сколько вы стоите? Мне это жидко забавляет Я говорю, я бесценна Вот директор Вот все вопросы к ней Я только хорошо пою Больше остальное все мне не важно Сейчас было показано нам, еще людей в нашей студии Все остальное мне не важно То есть, если ты выходишь к зрителю И ты с чистотой в своем сердце С вибрациями безумной любви Да, в душе То они даже Если люди пришли так, типа Ну давай, давай, давай Порадуй нас Чем там удивишь Сейчас мы послушаем Такую же миллионную, тысячную, как все остальные Но Когда люди слышат чистые, живые вибрации Они понимают Смотри, она не халявит Она не халявит Она поет Она понимает, о чем Она делится с нами этой добротой Она делится с нами своей душой, своими переживаниями Она делится самой собой Самой собой И она не жалеет этого Она настоящая И это очень важно Тогда люди меняют взгляд Они вдруг начинают в тебя осматриваться, слушаться Что ты поешь по-настоящему И тогда Те цветы, которые они перенесли другому исполнителю Они дарят тебе Катя, Катя Ну, а в этот момент должен включиться внутренний бухгалтер Реклама, пожалуйста, друзья А знаете, сегодня мне тоже повезло Я тоже как в Малиннике Среди двух богинь Катя Леля и Калина Своей богиней, да Своей богиней У каждого Своей богиней Друзья, мы все-таки к нашему информационному поводу вернемся У Кати Леля выходит альбом, который называется «Моя тема» И что интересно Делался он пять лет Почему так? Пять лет Это редкий случай Ну сколько, я не знаю У меня, наверное, было пять тысяч интервью за мою жизнь Десять Пять лет, пока никто не делал альбом Пять лет Какая вот предыстория? Может быть, есть какой-то альбом, который потом был, так сказать, вычеркнут Нет-нет-нет, я вам другое скажу, что будет сюрприз Потому что за эти пять лет сделано большое количество прекрасных песен И сюрприз в том, что сейчас выпускается в сентябре на мой юбилей альбом «Моя тема», а на следующий год другой альбом новый, который уже почти готов Поэтому сразу два будет таких классных захода с хорошей музыкой Причем я не спешила, почему? Для того, чтобы осознанно, спокойно, выдержанно То есть я понимала, что за эти пять лет В своем ритме В своем ритме я делала сольный концерт, пускай говорят, в Крокус и Тихуй Я сделала программу «Все хорошо», которая была в апреле с безумным, потрясающим успехом И я захотела изнутри это понять Быстро Нет, абсолютно спокойно, с хорошими музыкантами Без суеты Без суеты И причем я захотела не просто поп-культуру, которая уже была в моем творчестве много раз Но мне захотелось чего-то очень такого энергетически сильного Рок-глэм, глэм-рок, как называют по-разному А что-то такого, что-то бьется в моей душе Та вибрация, энергия И я ее нашла То есть там несколько стилей будет? Там несколько стилей, совершенно верно Ага, ты сам поешь такое, как будто Нет, просто это не Совмещение, это будет абсолютно правильно Да, абсолютно верно Это будет совмещение От поп-музыки до глэм-рока И между ними еще будет И вообще разное течение музыки Которое совершенно для меня не характерно Поэтому я очень рада этому, что Появилась смелость Есть поиск Ведь говорят, что мы Уходим в ступор, если нас все устраивает А, да? Стагнация полненькая Абсолютно Если человек успокаивается, то значит Что-то не так Зона комфорта опасна Конечно, это очень опасно Ты можешь абсолютно расслабиться И вообще полностью потеряться в этом мире Понять, что тебе нужно И где твой стимул Куда идти дальше Но, когда ты находишься в поиске Тебя что-то беспокоит Ты постоянно хочешь найти что-то лучшее Так Музыка, которая тебя привлекает И какие-то те самые отзывы В твоем эмоциональном фоне Которые тебя берут за живое То значит, это твоя тема Твоя тема Вот отсюда и название Конечно Но у меня еще есть такая песня А ты моя тема Возьми мою руку Сейчас зрители и слушатели первыми Слышат кусок альбома Но фактически здесь, сейчас Такие названия просто интересные Как объяснить Ну, прожитые что ли Пусть говорят Видимо, что-то было с этим Все хорошо Тоже какая-то Моя тема Это все из жизни Все из жизни И когда говорят Артист выбирает песню Которая ему не близка Ничего подобного Не близка? Ну да Ну типа, я пою А это не про меня Так говорят некоторые Но я в это не верю Если ты вибрационно Слышишь песню Которую тебе присылают Или пишешь сам Которая тебя Цепляет Ёхляет Ёхляет Мурашки по телу Значит, а что это Она тебя цепляет И вот так же было Кстати, с песней Все хорошо Она ко мне попала Прямо в мой день рождения Я поняла, что это знак На большой высоте Когда мы летели на гастроли Куда-то Я поняла Она меня цепляет Значит, это моя песня Значит, мне нужно ее брать То есть, я верю в знаки И если Хотя, бывает Ты делаешь ставку на песню А она почему-то не играет Так, как тебе бы хотелось Потому что она не трогает Видно, не то время Видно, ты, может, ее рано выпустил Может быть Люди к этому не готовы Все что угодно может быть Ведь те люди, которые Я люблю читать Особенно ночами Потому что времени больше нет Вот сегодня читала до 8 утра И не ложилась Ну, в 8 легла Хорошая вера Немножко Ирина Кристина эфир Нет, ну я еще успела сделать дела Да И, значит, когда люди нам приходят К нам приходят в этот мир известные То это не простые люди Значит, они проводники Значит, они уже Концентрируют внимание на себе Они на других энергиях Они на других этапах Прожитых лет Или жизни Перевоплощений То есть, почему они становятся известными? Ну, потому что они не простые люди Потому что им дана информация С которой они должны поделиться С другими людьми Чтобы другие люди их услышали У нас каждый вечер такая миссия А мы с тобой разбасываем Катя, Катя, у нас сейчас есть миссия Специально поделиться с другими людьми рекламой Реклама, дорогие друзья Давайте поделимся 18 часов 31 минута И к вашему удивлению и удовольствию Ничего не поменялось Как Катя Лель была с нами Так, слава богу, она с нами осталась Лиз Калина, давай Майк Войс Друзья мои Я хочу этот посыл передать просто Мы тоже воспитываем аудиторию Месседж Месседж, давай Просто Катя нам столько Всяких умных советов, рекомендаций дает Да, просто получается Смотри В конце тебе счет объявят Да, спасибо Нет, нет, нет Я не объявляю Вы нет Здесь директора Смотри Вот ты говоришь про веру там В свои силы, в себя Вот когда человек чем-то начинает заниматься Ему постоянно говорят Да ты Вот мы просто Истерим говорили Ты негоден Да у тебя там в танцах Ну вам не говорили И мне говорили Да в танцах у тебя подъем не такой Конечно Которые ничего не получатся Да И все зря И говорит авторитет для тебя Конечно Кому ты веришь Вот как это обойти Как в себе довериться И идти за своей мечтой Как бы то, что тебе нравится делать Даже пока, если ты не самый лучший там в мире Но тебе это очень нравится Вот Я думаю, что должен быть внутренний стержень Настолько объемный, масштабный, сильный, твой Личный Да Безумная вера в себя Да Что ты понимаешь, что Ну человек же может ошибаться Да, он крутой, он талантливый Но у него есть мнение свое А у тебя свое И у миллионов людей может быть другое мнение Чем у этого человека Да Это ничего не значит Кто сказал? Вы что, Господь Бог? Вы что, знаете, для чего я родилась И пришла в этот мир? Поэтому я всегда говорю Никого не слушайте Идите Если вы знаете, что это ваш путь Без которого вы не можете дышать Жить То идите, растите Созидайте, творите Главное, если вы профессионал своего дела Вы понимаете, что вы на правильном пути Вы на своем месте Вы под своим солнцем То идите И удивляйте людей И дарите людям Ту радость, которую они ждут Все На какую скользкую дорожку Революционной риторики Мы, кстати, вступили Вот это вот Не важен авторитет Авторитетов нет Но все же люди Они могут ошибаться Да Как и ты сам Но Это будет твоя ошибка Если ты ее выберешь А не их Если они тебе скажут Это не твой человек Это не твоя профессия Ты будешь всю жизнь думать А как же он мне сказал Я послушал Так же сколько случаев Когда родители испортили жизнь Своим детям Когда они говорили Это не твоя половина Иди в другую профессию Ну да Или в файну Раневскую Не взяли в театральную И бедный человек Всю жизнь мучается С этим ощущением Что ему испортили жизнь Потому что Он был ведомый И он послушал своих родителей Или кого-то из близких И не сделал свой путь Выбор Это ужасно Да, но артисту же Нужна аудитория И ее обратная связь Бесспорно Обратная связь Только народ определит А не авторитет А это не авторитет Не жюри Которые там сидят Абсолютно Абсолютно Был недавно конкурс Красавиц Так Кстати, к слову И я поражаюсь Люди пишут в сетях Не понимая Гадости какие Но Кого выбрали? Красавицу Во-первых Те жюри Которые сидели там И я в том числе их Мы даже не знали Кто победит Потому что мы не остались до конца У каждого были свои дела Кто-то был вынужден уйти раньше времени И во-вторых Я не помечала в графике В своем Эту девушку Которая взяла первое место И почему меня должны обвинять люди В том, что Как вы могли выбрать Такую красавицу Которая никакая Друзья Ну это же элементарно Сегодня все в нашем мире Так делается Ну заплатили тебе деньги Ну значит красавицу выбрали Ну это дураку понятно Ну типа Зачем иллюзии иметь Почему так удивляться искренне Как Катя Лель Могла выбрать такую Не такую женщину Которая должна была стать первой Там были примеры Потрясающие Катя Лель же одна из Одна из И не понимает Что Катя Лель даже Не имеет к этому причастность Вообще Вообще Все было решено до конкурса Опишут тебе Ну смешно Ну приписывают Все смешно Знаете Ну как будто Вот сейчас мы говорили Есть одно чувство Когда человек Неосознанно не понимает Что он говорит Если так говорят Значит так надо говорить Если что видят его глаза То он думает Что так и есть Но на самом деле Но вы же люди Вы же должны быть мудрые Вы же должны быть понятливые Что Ну как делается Конкурс красоты Ну что за этим стоит Но если человек На сцене стоит Это не значит Что он первый Да Да Ну Мы же все взрослые люди Друзья мои Чтобы не сеять смуту Я сделаю официальное заявление Мы уйдем сейчас на песню Официальное заявление От Майка Войса Дорогие организаторы Конкурсов красоты Можете обратиться ко мне А. Я досижу до конца Б. Я возьму меньше Чем Катя Лель Вас не обманули Действительно Это мы 89.9 в Москве 102.0 в Санкт-Петербурге Лиз Галина Майк Войс И Катя Лель Катя, смотри Вот такой вопрос Ты в предыдущем нашем выходе Сказала о том Что люди определяют Ну как бы артисты Вот не какие-то жюри Там, скажем Да, это здорово Собранная кучка людей Авторитетов Но сейчас тенденция Очень меняется И допустим Что сейчас популярно Нас лично удивляет Особенно у молодого поколения У подростков и так далее Ну вообще какой-то Ну странный выбор Вот твое отношение к этому К направлению музыки Которое сейчас модно К видео Ну и так далее Фактически к хайпу В широком смысле этого слова Да Я к этому спокойно отношусь Я понимаю, что все временно Так Что все меняется И свои герои Абсолютно У каждого времени свои герои И ты не можешь быть постоянно героем Потому что это ненормально Конечно Сегодня ты герой Завтра другой Правильно Хорошо Хорошее название для песни Потрясающе, кстати Новая концертная программа Поэтому мы же состоим из того, чтобы Как говорят Не просто появиться Главное удержаться Вот Поэтому Благодаря тому, что все меняется В этом мире хаотично Ты должен выживать и подстраиваться Поэтому Разные течения музыки Разные тренды Так Другой вопрос, что Какая песня останется в сердцах людей Навсегда Это другой вопрос Не замечали, что Если слушать песни там Нашего детства Так Когда были другие артисты Такие масштабные Да И они остаются Навсегда И в любое время Насколько тебе леба не было Ты включил И ты кайфуешь Потому что Они твои песни Они с тобой Живут Они созревают Они взрослеют Они мудреют с тобой Но те песни Которые появляются сегодня Ты завтра их не вспомнишь Правильно Потому что Через несколько часов не вспомнишь Водичка камень не вымоет А песок вымоет Песок вымоет Естественно Я спокойно к этому отношусь Время все расставляет на свои места Абсолютно Но я здесь бы хотел поспорить с тобой Лиса Вот ты говоришь по поводу того Что Вот сейчас такое время И мол вот такие Вот у нас появляются псевдоталанты Я думаю что Время как раз такое Что пробиться легче стало Сито Стало крупнее Просто раньше Я думаю И если бы это было бы раньше Может быть там Не при том режиме Который у нас был в стране до этого Все равно было бы примерно То же самое нужно молотнику Абсолютно Просто они пробиться не могли Чисто теоретически А сейчас они могут Другой вопрос Если они пробьются Что будем дальше Да Это другой вопрос Кто Встретится на пути этому человеку Что он выдержит Что он выдержит Сможет ли он Оправдать свое имя И свою творческую Сущность Поэтому Тут знаете Это вся жизнь игра Не знаешь Что с тобой будет И как человек Который появился в твоей жизни Может повлиять на твою судьбу А у тебя были такие мысли Что вот если допустим Что-то рухнет В артистической карьере Что-то другое Может быть надо что-то менять Переквалифицироваться Или Ну может таких мыслей не было Тренер по гоге не знаю Нет просто интересно Были такие У меня было много мыслей Поверьте В непростые годы Жизни мои Когда Меня закрывали Уничтожали Всячески Как только возможно было Просто С лица земли стирали И Добрые люди Спасибо им за это Привет вам Старая ФМ Шлет вам Спасибо что И вас И вам и вас Да и вам и вас Будьте здоровы Благодаря таким опытам Мы становимся Мудрее Мы развиваемся Мы ищем Большие возможности Для своего роста Шире такой диапазон Конечно Ты сразу Прозреваешь Не в зоне комфорта Как мы говорили до этого И Я думала Когда мне говорили Ну может быть это не твою Может пора оставить Может пора уступить А что уступать Что менять Если ты рожден И приходишь в этот мир Для этого Для музыки И ты понимаешь Что только это то Что тебя наполняет И что Твое дыхание Останавливает Или наоборот Оставляет биться быстрее Тебе ничего другое Не интересно Хотя я не исключаю Я могла бы быть И как многие Многие часто говорят А психологом Вы У вас так Даже Мне было немного лет Но Мне говорили Ими не ты люди Деточка Кому из нас 50 Кому 20 То есть понимаете Я могла уже Абсолютно Я в свои там 20 лет Я могла посоветовать И могла Выслушать И правильно сказать Или промолчать Дипломатично Поэтому Понимая Что Тебя Всячески Сбивают С пути В тебе Все сомнения Или разрушения Тебя проверяют Другой вопрос Устоишь ли ты На своем пути И действительно ли тебе Правильно дали Этот талант Чтобы ты им Делился С людьми Действительно ли ты Тот самый проводник Который вселяет В сердца людей То счастье Ту радость Благодаря которым Ты что-то понимаешь То есть Представляете Вот сидит зал Аудитория И все они разные И все они думают О своем Другой вопрос Поверят ли тебе Что ты Достоин того Чтобы перед ними Стоять И транслировать То что есть В твоем сердце Достоин ли ты этого Месседж какой-то То о чем мы говорили У каждого Есть свой месседж В этой жизни Каждый появляется На этой земле Для чего-то И у каждого Должна быть Своя миссия Другой вопрос Будет ли она Познавательная Будет ли она Нужной Для людей Для общества Слышит тебя Или не слышит И вот когда Твое сердце Вибрирует И те люди Отвечают тебе Теми же вибрациями Вот это то самое Счастье Для которого Ты приходишь В этот мир Это прикольно Это правда Но просто Некоторым Правда Поэтому главное Извини пожалуйста Лиз Поэтому главное Устоять И ни в коем случае Не сойти С пути Идти дальше Вопреки всем А если ты наоборот Решился что-то поменять То надо тоже не бояться Нет Может быть тебе дают Новые грани Возможность для того Чтобы ты Еще себя уйдешь со стороны И понял Что ты можешь заниматься И этим И этим Ты талантлив и в другом Почему нет Если ты Открыл себе Какие-то способности То иди Развивайся Профессионально Учись Учись Действуй Пробуй Да пробуй Но не бойся Главное не стой на месте И не сдавайся Вот это самое Катя Чтобы нам устоять И ничего не бояться Дальше здесь Надо выдохнуть Реклама пожалуйста Поможет устоять Небольшая пауза Эх Катя Лель Лиза Калина Майк Войс Скоро скажем А почему эх Что? Что-то эх Ах Что эх Эх Это было ах Или ух Эх это классно Знаете как В парную заходишь Эх Эх Хорошо Жизнь прекрасна Жизнь прекрасна У тебя большая аудитория В частности В социальных сетях Вот сейчас Эта вот жизнь Виртуальная А то я не подпишусь пока Ты потяни Молодец Напомнила Пожалуйста Катя Леляфишил Какая Какую часть занимает В твоей жизни Ну какой Насколько серьезно Ты к этому относишься Там Следишь ли Что тебе пишут Комментируют Ну Если раньше Я Не понимала Что это необходимость И Со временем я поняла Что если ты Публичный человек То ты Должен делиться Ну как маленькая СМИ Такое Твоё То есть это часть твоей профессии Люди хотят видеть Где ты Что ты делаешь С кем ты В чём ты Что ты ешь Как ты спишь То есть другой вопрос Ты можешь это не показывать Ты можешь вообще просто Каждый день Одну и ту же картинку Себя Я здесь Я есть Я живой Мама Я живой Я здесь Я есть Другой вопрос Делай что хочешь Но Очень интересно Я лично сама получаю Довольствие Когда я захожу Там на Аккаунты Людей Которые мне очень симпатичны И которые меня интересуют Я хочу почитать Что человек сегодня думает Какие у него мысли Какое у него настроение Что он делает Нового Или наоборот Он ушёл в тень То есть это здорово Когда сегодня такая возможность Ты можешь почувствовать человека Прочувствовать И увидеть своими глазами Но это же больше Такая девчуковая тема Вот нам Вот пацанам Как тяжело себя заставить Да ладно Да ладно Такие мальчишки Которые вообще в этом сидят И постоянно контролируют Всё что происходит Девчонкам и не снилось Ну да Девчонки по-мужски Наверное Просто девчонки мудрее Они могут покакетничать И не показать виду А мальчишки Если они в это внедряются То глубоко Как его всё Глубоко Знаете Знаете Чем отличается Мужской инстаграм От женского Нет Подход Мужчина от женщины Что Пожалуйста Мы когда с мужем Всегда спорим И смеёмся на эту тему Когда ты обращаешься К мужчине Он тебя не слышит Он что-то читает Допустим Что-то слышит Он не понимает Он не улавливает Твою информацию Потому что у него Он может улавливать Только одну Правильно Или Слышит тебя Или он читает Или он что-то видит Одно поле зрения Женщина Может пять Сразу Она может Писать Слышать Видеть Ощущать И фоткаться Всё что угодно Сразу пять Представляете Какое разнообразие И масштабность Женского Восприятия этого мира И мужского Ну вот когда мне говорят Миша там Опубликуешь что-то Там в соцсетях Я говорю я работаю Отстань Я работаю У меня нет времени Этим заниматься Видите Для меня это процесс Там надо сесть Что-то снимать Это труд Это терпение Это регулярно Это стабильность Должна быть Ты тот человек Который делится Своей жизнью Значит ты Моё мнение Ни в коем случае Не должен нести Негатив Потому что Людям Так это раздражает Им хочется Спокойства Если они заходят В сеть То они что хотят Они хотят узнать Что-то новое Но ни в коем случае Не войти в энергетический Какой-то Отрицательный резонанс Им это неинтересно Они хотят как пчелки на меде Они как другие насекомые На другую Цветочки А что? А какой ты? А почему ты сегодня такой? То есть это информация Которая Абсолютно может быть И должна быть Имеет место быть Как говорят А если у людей чувство сравнения О, какая жизнь А у меня вот не такая Да, значит это самобичевание Это глупость А кто тебе мешает? Иди, развивайся Будь таким же Сделай то же самое Как этот человек Зачем завидовать сидеть? Давай вперед Легко осуждать Говорит О, а он не талант Вы тоже не завидовать А сравнивай А зачем? Потому что Это самое простое Завидовать, осуждать Потому что человек Не устроен Со своей жизнью Он недовлетворен Он неблагодарен Он не принимает это И он в конфликте с самим собой Поэтому он все осуждает И говорит О, да что он там сделал? А ты сделай то же самое Я посмотрю Или попробуй хотя бы Я всегда говорю так Сделай то же самое, что он сделал А потом говори Катя Вот поэтому мы сейчас Все мы скажем еще раз Чтобы они знали, что делать И к чему стремиться Когда у нас презентация альбома? 20 сентября 20 сентября 20 сентября Да Артемьюзик Выпускает мой альбом И я очень рада этому Это девятый альбом в моей жизни Так О, как у Тарантино вышел Девятый фильм Вы вместе идете Девятый альбом Да, да Вот Девятый, десятый будет в следующем году Поэтому Есть что сказать Есть что показать И поверьте Наконец-то Вот сейчас Признаюсь Я чувствую в себе потенциал Я чувствую, что я готова А до этого нет? Нет, конечно Но Ты идешь, идешь, идешь И ты понимаешь Ты наполнен Да Ты наполнен Ты светишься Ты светишься Ты созрел Ты как профессиональный спортсмен На пике формы Ты сегодня имеешь право Поделиться Сказать Рассказать Потому что ты профессионал Потому что ты веришь в себя Потому что там хорошо тебе внутри Ты что знаешь Не надо реагировать на все то, что не нужно тебе Иди своим путем И радуй людей И этот мир своим творчеством Я всегда говорю Ой, там можно на пусте В конце у нас вся программа на пусте Поэтому ладно Встань и иди И верь Работай Встань и иди И не благодари Катя Лень Страна ФМ Лиза Калина Спасибо Майк Вольт Мы тоже сделали очень много выводов И ты Будь счастлива В гармонии Кайфа Короче Приходи Было приятно Приходи к нам еще Вечером именно Хорошо Спасибо